всем привет друзья довольно часто на различных охотничьих форумах я встречаюсь с вопросом о выборе хорошего недорогого бинокля для охоты сейчас на рынке представлено огромное количество всяких разных биноклей с различной оптикой какими-то параметрами и разбросом цен так что не сведущему человеку вполне легко в этом во всем запутаться и сейчас я предлагаю вместе разобраться вот все таки какой же бинокль наиболее подходит для охоты то есть немножко теории и также я поделюсь своим опытом как я выбирал бинокль для себя ну и далее я вам расскажу о своем бинокле который служит мне уже не один год верой и правдой то есть будет такой небольшой его обзорчик да сразу бы хотел обратить внимание что речь пойдет у бинокли для традиционных видов охоты скажем исключая горную охоту потому что там несколько другая специфика там требуется другая оптика под другие задачи для начала давайте определимся с ценовым диапазоном то есть мы будем рассматривать с вами бинокли ценой примерно 10-12 тысяч рублей но это недорогие так скажем бинокли брать бинокли еще дешевле вот этого диапазона цен будет не совсем правильно то есть для охоты они уже подходить не будут на самом деле тут важно понять какие требования мы с вами предъявляем нашему биноклю также необходимо иметь хотя бы базовое представление о технических характеристиках которыми обладает этот оптический прибор для наглядности я даже выписал все эти характеристики которые нам будет необходимо учитывать при выборе бинокли и так пункт первый широкий угол обзора но это важно так при наблюдении за объектами живой природы нашим глазам потребуется захватить максимальное пространство вокруг второе светосильная оптика очень часто приходится охотиться в темное время суток и чем больше диаметр линз тем больше соответственно светосилы бинокли оптиков бинокли должна соответственно вытягивать картинку при недостаточной освещенности то есть диаметр линз должен быть не менее 40 42 миллиметров следующий пункт качественную оптика но это понятно то есть она должна быть выдавать четкое детальное изображение на выходе пункт 4 вот это кратность увеличения не менее восьми десяти крат это важно особенно при охоте с подхода однако кратность более десяти раз уже может повлечь за собой побочные эффекты дело в том что при наблюдении за удаленными объектами происходит такое естественное дрожание рук и чем выше кратность увеличения тем это дрожание будет больше ощущаться поэтому вот 8 10 крат будет вполне достаточно для такого комфортного наблюдения в бинокль за объектами без использования штативов или каких-то дополнительных упоров но в данном случае 10 крат это абсолютно оптимальное нормальное увеличение вот это дрожание ощущаться не будет 5 пункт антибликовое покрытие ну мы подразумеваем с вами скрытое наблюдение за зверем или птицей поэтому наличие антибликового покрытия обязательно так как вот любые посторонние блики могут вспугнуть этого самого зверя или птицу шестой пункт влагозащита и система антифок ну или система противозапотевания линз ну это я вообще считаю одной из первоочередных необходимостей так как охотиться нам зачастую приходится в довольно неблагоприятных погодных условиях это снег дожди туманы то есть влажность бинокль должен иметь защиту от воздействия внешне окружающей среды ну и также вот эту систему противозапотевания линз при резких перепадах температуры седьмой пункт вес и размер но это я также считаю немаловажным фактором бинокль не должен быть тяжелым и громоздким так как все-таки подразумевается его ношение на шее и он не должен стеснять движение не долго то есть он должен быть легким помимо веса самого корпуса бинокля также на вес влияет систему оптики и ее диаметр и размер то есть если мы будем рассматривать бинокли диаметром более 42 миллиметров то они уже будут довольно тяжеловатыми для длительного ношения на шее и последний восьмой пункт ударопрочный корпус ну так как бывают падение бинокля куда-то на твердую поверхность скажем там на камне на землю то корпус бинокля соответственно должен быть ударопрочным также для людей носящих очки хорошо бы чтобы бинокль обладал возможностью регулировки зрачкового расстояния то есть для очкариков должно быть предусмотрено большое фокусное расстояние исходя из этих вот всех наших параметров наших требований и ценовой составляющей таким образом круг выбора бинокли довольно сокращается дело в том что действительно по-настоящему хороших биноклей с качественной оптикой недорогих довольно немного в данном случае мой выбор остановился на модели бинокля редфилд 1042 о котором я вам сейчас расскажу подробнее я не буду слишком долго о нем рассказывать так как по этой модели уже имеются вполне неплохие обзоры то есть пройдемся по нему вкратце вообще одной известных причин почему мой выбор пал именно на этот бинокль вот редфилд было наличие в днем оптики от льюпольт ну для владельцев нарезного оружия которые используют люпольскую оптику в оптических прицелах я думаю что все остальные вопросы когда они слышат слово редфилд или льюпольт отпадают сами собой ибо те кто пользовался те знают и ценят эту качественную оптику могу лишь сказать что льюпольт производит превосходную светосильную оптику то есть при выборе бинокль у меня вот лично не было никаких сомнений относительно качества линз этого бинокля кстати говоря вот редфилд это вообще старейшая американская компания но по сути то и есть люпольт в свое время у них просто произошло разделение брендов но на качестве оптики это никак не отразилось производства и мощности остались теми же то есть это отличного качества оптические приборы по комплектации в комплекте шел вот такой чехольчик для хранения и ношения бинокля с ним же салфеточка для протирки оптики и также инструкции гарантийный талон то есть все просто ничего там лишнего не было по самому биноклю но вот 10-42 еще раз давайте я вам объясню то есть вот 10 это его кратность во сколько раз он увеличивает и 42 это диаметр объективов 42 миллиметра благодаря призматической системе линз руф так называемый вес бинокль значительно снижен то что я говорил ранее далеко немаловажный момент при ношении бинокля на шее для ходовой охоты внутренний корпус бинокля выполнен из нержавеющего авиационного сплава с алюминием что опять же влияет на снижение веса прибора и его надежность с наружной части корпус прорезинен полностью обеспечивает тем самым устойчивую защиту от влажности и осадков это позволяет использовать бинокль при любых погодных условиях кстати изнутри корпус заполнен азотом что обеспечивает отсутствие запотевания линз при отрицательных температурах или там резких перепадах температур вообще вот внешние материалы все очень качественные все сделано на совесть обеспечивают надежное удержание бинокля в руках то есть минимизирует вероятность его падения там выскальзывание из мокрых влажных рук держать его вообще очень приятно все качественно колесико регулировки фокусировки большое удобное имеет такой плавный ход здесь защитные вот эти вот колпаки резиновые довольно плотно они сюда прилегают скажем если у вас имеется отличие вот на оба глаза в диоптре вот это колесико позволит отрегулировать оптику именно под вас под ваше зрение благодаря большому фокусному расстоянию 16,5 миллиметров наблюдение можно проводить даже в очках и вот здесь вот для этого есть такие регулируемые вот эти вот окулярчики то есть они выдвижные для наблюдения в очках их просто задвигаешь все прекрасно видно в эти окуляры смотреть очень комфортно ничего нигде не давит на глаза прилегать глазам плотно никаких проблем вот эти защитные толпачки но да они кстати не очень надежно они слетают то есть вообще потерять их я еще не знаю как вот я за почти три года пользования не умудрился их потерять вообще их лучше бы чем-то потом может быть отверстие какой-то проделать и веревочку ну то есть закрепить вот с этой стороны серийный номер здесь на такой плашечке написано China но это пусть вас не пугает действительно они собираются в Китае правда даже вот самой инструкции к нему написано что под контролем компании Redfield ну многие сейчас компании крупные размещают производство в Китае удешевляет процесс это и с логистикой связано для европейских стран поэтому как бы ничего страшного в этом нет это очень качественная сборка толстенький такой ремешок то есть на шее он нормально не жмется нанесенным логотипчиком приятный такой на ощупь мягенький я думаю что больше наверное о нем я не знаю чего еще рассказать вообще могу добавить что этот бинокль у меня уже более трех лет как я говорил ранее в пользовании за это время он конечно натерпелся своего он уже у меня и падал в воду тонул да я бы даже так сказал да было вот и такое но то что в грязь падал куда-то в траву в снег вот и с ним ничего вообще не произошло ничего страшного ну то есть он свои задачи при этом и функции выполняет как как новый а материалы вообще как бы очень легко очищается то есть вот даже сейчас видно что он практически как новенький у меня выглядит хотя вот такой вот нещадные можно сказать его было использование конце видео вы увидите его полные технические характеристики а подводя итоги очень рекомендую вам приобрести именно такой бинокль для охоты 1042 желательно конечно редфилд нет есть и другие может быть неплохие аналоги но лично для меня вот редфилд люпальтовская оптика собственно вопросов по выбору у меня с этим не было я просто работал с оптикой люпальты знаю что это такое он и не только для охоты и для туризма для путешествий будет самое то вот не пожалеете возьмете раз вещь и дальше не пожалеете всем удачи и ни пуха ни пера на охоте до новых встреч до новых встреч